Я благодарен ребятам, что они проявили характер, нам тяжело удалась эта игра, потому что плохо мы вошли в нее, где-то была скована сжатость с нашей стороны, но тем не менее после перерыва стали более агрессивно играть, более нагло, и те замены, которые мы планировали, они сработали, в итоге мы отквитали, там уже пошла игра качельная, и мы могли выиграть, и Зенит мог выиграть, но я думаю, что у Зенита может быть где-то чуть-чуть больше была, больше остроты, но забеем мы там свои два момента во втором тайме, могли и мы победить, так что я думаю, что ничья на сегодняшний день закономерный итог. Перейдем к вопросам от СМИ, первый вопрос, Алексей Борисович, ничья с чемпионом сравнима с эмоциями от победы? Победа никакие эмоции не заменит в любом случае, но сегодня мы очень хотели сыграть достойно, и мы сыграли достойно, и мы рады очень-то. Вот спрашиваю, 30-ти градусная жара дала преимущество в эфире, которое готовилось всю неделю в этих пославиях? Ну без мяча-то тоже тяжело играть, хотя мы пытались ребят нацелить на то, что когда мы будем владеть мячом, чтобы мы не торопились, наоборот, в паузах, когда мы мяч контролировали, мы как бы отдыхали, потому что большую часть игры старались проводить прессинги, не давать развивать зениту атаки, старались играть высоко, и когда мяч приходил к нам, задача была, если хорошо можно выбежать, мы выбегаем, если нет, мы его контролируем, чтобы команда немножко, чуть-чуть взяла паузу. В чем секрет Гамита Агаларова, в прошлом сказать? В работе его, нет, это его работа, это его работа, это его труд. Я скажу так, будучи еще тренером Велеса, зимой я, мы играли с Волгарем, и он там был. Я скажу, это два разных человека абсолютно. Сегодня в заявке не было Иванова и Саплинова, а что с ними? У Саши с Миниском там небольшие проблемы, у Олега после Крыльев воспалился Ахилл, мы решили, что на эту игру мы его придержим. А уже в четверг игра с Крыльевыми советами, будет ли сложно настроить ребят на этот матч после сегодняшнего очень эмоционального поединка? А я всегда говорю, что мы не делим поединки на ЦСКА, Зенит, Крылья, у нас каждый матч это как финал, у нас другого пути просто нет.